Вот такая у нас красота. Всё вот это вот таким образом выглядит. С таким трудом был сделан ремонт в квартире, а теперь хоть плачь, признаётся Елена Малова. Молодая семья с ребёнком въехали в квартиру в 40-й дом на Верещагино несколько лет назад. Чтобы жильё сделать уютным, комфортным, потратили немало сил и денег. Но теперь всё на смарку. Плесень на стенах, отваливающиеся обои, разбухшая от сырости кухонная мебель, от влажности и деформации подверглась даже картина над столом. Жить в таких условиях с плесенью опасно, тем более для ребёнка. Причиной такой неприятной ситуации стало аварийное состояние межпанельных швов на фасаде здания. Мы дождались весны, чтобы весной написать заявление в управляющую компанию, чтобы у них было время подготовиться и летом сделать ремонт. В итоге уже сейчас конец лета, а ремонта никакого не делается. Управляющая компания только обещает, кормит завтраками, а реальных действий никаких от них мы не увидели. Хотелось бы, конечно, чтобы до конца лета всё было сделано, чтобы нам можно было начать ремонт, потому что жить в таких условиях уже очень сложно. Заявление в управляющую компанию «Северная» датировано 27 марта. На этот документ коммунальщики не ответили, рассказывает Елена. Выразить свою позицию УК пришлось лишь после того, как жильцы написали претензию на портале ГИС ЖКХ. Жалоба попала в мэрию, там выписали предписание. Привести в порядок швы до 2 сентября. Работу управляющей компании сделать не отказалась. Но ВОЗ и ныне там, жалуются Маловы. По их словам, поговорить с руководством «Северной» им удалось лишь один раз. Оперативно связаться с коммунальщиками мы тоже не смогли. Я не знаю по работе, как он приедет, не приедет. Я не в курсе. То есть он не каждый день бывает? Нет. Справедливости ради, позже мы всё же дозвонились до заместителя директора управляющей компании. Он рассказал, что ремонту подлежат все швы на доме. Ситуацию спасёт только капитальный ремонт. Его сроки коммунальщики пытаются сейчас приблизить. Пока же приходится справляться своими силами. Предписание компания обещала устранить в срок и даже компенсировать причинённый ущерб. Управляющая компания уходит, оставляет акт, фиксирует повреждения, которые в квартире есть. Далее на основании этого акта оценщик, считая сумму восстановительного ремонта, собственник к нам пишет претензию, прикладывает отчёт оценщика и по нему мы переводим деньги. Процедура такая. Чем закончится это дело и сможет ли семья Маловых избавиться от сырости и плесени, подробнее расскажем в программе «Коммунальный детектив». Она выйдет 5 августа в 20.15. Елена Кириллова, Александр Беспалов. Новости.